Десна ТВ Ветераны Великой Отечественной войны Октябрину Каноненко поздравили с наступающими праздниками. Десна ТВ Проводить нынешний год активно и с хорошим настроением – так решили некоторые семьи Атомграда. В спортивном комплексе Десна активные горожане устроили предновогоднюю спартакиаду, где свой приз получил каждый участник. Подробности далее. В мероприятии приняли участие многие баскетболисты команды ЦСП «Динамо Росатом», а юные игроки были в компании своих родителей. В таком большом дружном составе все присутствующие были готовы посоревноваться ради общего хорошего настроения. По традиции перед Новым годом встречаются, чтобы здесь немножко пообщаться, поучаствовать в конкурсах, получить небольшие призы и с хорошим настроением встретить новый год. Эстафеты, конкурсы для мам и пап и дружеский баскетбольный матч между детьми и взрослыми. Традиционная программа – это ежегодные спартакиады. Несмотря на то, что конкурсы шуточные и несложные, накал страстей порой достигал высокого градуса. Перевести всю команду на ту сторону, таким образом. Мяс держим одной рукой вдвоем. Проходит мне пройти всегда весело, с энтузиазмом занимаются дети, родители с удовольствием принимают участие. Также у нас тут есть и сладкий стол. После соревнований дети все подкрепятся, довольные. Даймемся здесь так создать атмосферу такой баскетбольной большой семьи. Домо участники унесли не только хорошее настроение, но и памятные подарки от организаторов. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Александр Ерапеев, Десна-ТВ. Воспитанники Десногорской детской музыкальной школы совместно с преподавателями подготовили для любителей и ценителей искусства отчетный концерт по итогам первого полугодия. Подробности в следующем сюжете. Творческий концерт «Новогодний серпантин» начался с песни «Благословение», которую исполнили воспитанники фольклорного отделения. «Нервный сердце, нервный душу по своему младенцу». Большинство номеров были посвящены главному празднику – Новому году и Рождеству. Соответствующая атмосфера была создана в том числе благодаря исполнению классических новогодних музыкальных мотивов. В программе выступлений были задействованы все музыкальные отделения школы. Каждый ученик с большой ответственностью готовился к концерту и проделал колоссальный труд. «Это было что-то выходящее за привычный учебный процесс. Конечно, это требует много усилий от родителей, от преподавателей, от детей. Дополнительные репетиции и так далее. Большой творческий труд они проделали». Помимо музыкальных коллективов и ансамблей, в концерте принимало участие и хореографическое отделение. Прекрасные вариации «Жемчужин» из балета «Конёк-горбунок» удалось увидеть зрителям в исполнении двух юных, но уже опытных балерин. Завершилось мероприятие выступлением фольклорного ансамбля под руководством Владимира Платонова. Молодые музыканты разыграли на сцене обряд под названием «Коледа», который существовал на Смоленщине. «Ряженые выходили, они представлялись цыган и цыганкой. Ну, цыган, цыганкой, они пляшут и поют. Поэтому, в общем-то, отсюда и всё это веселье. Поэтому их очень ждали. К ним готовились, собиралась деревня в каком-то доме». Зрители с большим удовольствием и воодушевлением смотрели каждое выступление. А для детей и преподавателей это самое главное. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна-ТВ. Ветераны войны – это те люди, которым все мы без исключения должны быть безмерно благодарны за их подвиг. Они заслуживают особого к себе отношения и, конечно же, отдельных поздравлений с наступающими праздниками. В преддверии Нового года представители городской администрации и Комитета солдатских матерей поздравили участницу Великой Отечественной войны – Октябрину Каноненко. В первую очередь слова благодарности, а дальше поздравления с наступающими праздниками и пожелания самого главного – крепкого здоровья. Мы гордимся, что у нас в городе еще есть то поколение, которое участвовало в победе, в нашей великой победе в следующем году 75-летие. С наступающим праздником! Спасибо большое! Праздничную и уютную атмосферу для Октябрина Каноненко также создали воспитанники из третьей школы, которые с года в год сотрудничают с Комитетом солдатских матерей Десногорска и совместно поздравляют ветеранов с праздниками. Мы вам очень благодарны, что вы с нами живете. Спасибо вам за жизнь под мирным небом. Жить с вами рядом есть большая честь, ведь вы для нас являетесь примером. Спасибо вам, что вы сегодня есть. После вручения подарков и душевных слов Октябрина Андреевна поблагодарила присутствующих и сама поздравила всех жителей Десногорска с предстоящими праздниками. Желаю всем самое основное крепкого-крепкого сибирского здоровья, счастья, успеха всегда во всем. Всего самого наилучшего и прекрасного в вашей жизни. Праздничная атмосфера добра и теплоты постепенно проникает в дома Десногорска. И в такое время все жители становятся одной большой и дружной семьей. Ксения Вишкова, Юлия Соболева, Александр Ирофеев, Десна-ТВ. Один из ключевых экспонатов монумента Кургана Славы продолжает постепенное восстановление силами энтузиастов. Этот самолет Ил-2 был найден в болотах Калужской области в 2015 году по исковым отрядам «Обелиск». Бойцы отряда при поддержке концерна «Росэнергатом» и «Смоленской атомной электростанции» своей целью видят полное восстановление фюзеляжа самолета и размещение его в музее под открытым небом. В чем еще сложность данного вида реставрации? В том, что мы сначала садимся, так сказать, на чертежи. Задача какая? Чтобы самолет простоял хотя бы без реставрации лет 20. Если рассматривать как летный экземпляр самолета, он и 5 лет не простоит под открытым небом по одной простой причине. У него даже сказано в паспорте срок службы 5 лет. У них отваливались просто хвосты, отгнивали. Против решительного настроя реставраторов играет время. Его хватает не всегда. Бойцы отряда «Обелиск», они же сотрудники «Смоленской атомной электростанции» восстанавливают ИЛ-2 в свободное от работы время, иногда проводя в этом цеху все выходные. Именно по этой причине точные сроки, когда ИЛ-2 будет водружен на постамент на Кургане Славы, сказать пока нельзя. Но в том, что это произойдет, никто не сомневается. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин